Ну и вот мы приехали к нашим детям в гости и сейчас вам немножко расскажем сегодня у нас шашлычок вот такие сочные кусочки картошечка с сальцем картошечка с грибочками все как надо и лучок в маринаде сейчас мангал поспеет и заложим будем жарить пока может быть свою сходим на экскурсию посмотрим что тут у артемия с домом какие изменения то подписчики спрашивают постоянно что там у них и как тут сейчас узнаем из первых уст от камней на месте привезла детям немножко поделиться цветочков тюльпанов нарциссов нарциссы накопали у соседки спасибо большое Оксане очень мускарики нарциссов как минимум два или три вида очень красивые тюльпанчики думала не довезу но они вот я смотрю даже бодренько так встали подняли голову подняли голову это покровник беленький у нас тут ну а тут туйки наконец открыли распаковали их из подзимнего сохранчика все чувствует себя прекрасно будем заниматься красотой ну а где быть детям конечно в песке и с водой и глиной лиза делает маски для своей руки вот такие и какую роль выполняет такая маска что она дает твоей руке она почему-то полезно все больше ничего не надо понимать так ну вот если сходу и вкратце Артемий с Алиной уже вставили окна то есть в домике свой микроклимат теперь утеплена крыша вставлены окна дело за малым ну а мы тем временем подкрепились и теперь Лизавета с папой делают математику на природе во дворе своего дома красота у Алины тут по соседству с детской площадкой разбит небольшой огородик вот я вижу посажен чеснок лук щавель клубника еще там на дальней грядке что-то наверно планируется скорее всего горох судя по вот этим шпагерам на улице у нас ветрено сейчас пойдем в дом наверное и Артемий нам расскажет об изменениях что там у нас произошло внутри за почти год нашего отсутствия заходишь здесь так прохладенько сразу свежо хорошо деревом пахнет да да первое что у нас появилось это окна у нас теперь весь дом с окнами да получается одно вон то глухое большое очень хорошо клавил кофе пить вот это глухое остальные у нас классные это открывается узенько ну вот это вы дополнительно сделали до пол зимы его пилили немножко ошиблись проектом поначалу бумажном проекте его не было когда мы сделали картонный проект домик поставили в нем было но когда клали кирпич все забыли забыли про это так да у нас вот это как обычное окно но завод нам сказал что это очень большое для обычной фурнитуры но ничего работает главное вот так вот его на распашку не открывать иначе будет створка провисали да да чтоб не провисла только в режиме форточки ну да пойдем второй этаж давай тепловая пушка не нужна больше наступило лето почти нас теперь привел здесь лестница такая мощная лестница спокойненько можно подниматься без перилками так наверху вата пока ничем не прикрытая второй слой еще будет 3 3 да здесь получается вас и утепление 2 по сотке то есть стропилка у нас 200 в эту 200 стропилку уложена две сотые ватки и сейчас вот здесь мы набиваем уже поперечный прогон обрешетку и будет вот здесь поперек еще пятидесятка накрываться вата а потом пароизоляция потом будет пароизоляция и самый и вот такие вот они по панели до тоненькие так что здесь принципе то нас все получился весь второй этаж уже готов пол есть утепленный вот этой самой ватой потолок потолок ватой тоже утеплен ты все все прекрасно все здесь уже жить можно ну да самое проблемное было это вот утеплить вот эти места с примыкания к дому вот здесь вот расстояние 50 и прям туда вот уложить вату ровно было прямо очень проблематично вот здесь расстояние уже побольше 15 когда и мы сюда прекрасно помещали вату а там пирог какой-то там конек не выложили до конца до наложили доски под конек я продолжу пеноплексом укладывал все это сейчас застукатурится сейчас запеню поставлю да еще пеноплекса и за штукатурим в общую сейчас следующий этап как только мы закроем вот здесь от переклёстный этот самый вату обошьем вверх и будем штукатурить уже фронтон и чтоб ехать на второй этаж этим летом прекрасно так у нас здесь здесь будет туалет это где широкий проем уже да 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 проем вынести вот здесь у нас будет туалет на втором этаже там тоже одного проема нет но нам будет уже кладовая ну классно классное помещение получилось до лючок тайна буша горожать потом чем-то да чтобы не улет не улетел по этой стороне здесь будет стенки стенка потому что это будет детская комната по этой стороне да мы поставим какой-нибудь там заборчик перила чтобы дети не прыгали туда сходу обрешетку всю бьем пнева пистолетом вон он там валяется тут сама компрессор пнева пистолет до блин сокращает время работы просто в разы да он просто щелк щелк все пошли дальше просто моментально вот ну а так что-то рассказывать вата и вата очень самая мерзкая затея этого то еще четыре года назад и наверно вообще не знал как дом строить не знал сейчас особо не знаю я просто не знаю как мы это сделали ну так вот глаза боятся руки делают приезжаешь каждый день что делаешь делаешь потихонечку а то смотришь вот результат уже есть классно да шикарно вообще на вот осталось у нас получается вот этот вот весь пролет уже с обрешеткой но с контрабрешеткой сделан вот этой здесь у нас половиночка вот сделано до 100 и осталось буквально нам набить это наверно один день работы вот тот скат поперечную обрешетку и потом мы быстро быстро растянем вату поперек и здесь подрезки очень мало будет поэтому растянется в один слой она моментально ну так вот не сыпется в принципе ничего то есть я нахожусь и дышишь и ничего но во время работы на когда ее шевелишь не сыпется с нее маски очки очки короче маска да ну как бы опять же очки нет очки сразу запотевают когда маска стык маски и очков получается из-под маски все летит в этот самый смазка стал замечать что да на маске оседает много как бы в пыли оседает вот это вот но реально конденсат от маски все равно идет вот сюда под глаза и вот это все и много штуки наседает вот здесь вот под глазами просто главное не трогать потом глаза потрогал почесал все привет ослепка поясе понятно вот ну а так как вы но есть своими нюансы но это не страшно я говорю самый неудобный это вот когда там где-то ты внизу вот там под коньком пихаешь потому что сидя там напихивать неудобно ну вот как около маурлата ну где вот идет утепление вот там тяжело и наверное вот было там вот конь конь конька да ну тут конек не приходилось его обходить вот так вот здесь подрезать не чтоб чтоб нормально ничего нигде не продувалась себе же нельзя накосячить ну да никак так что прикольно здесь у тебя прекрасный вид на соседей да он цветочки растут все красиво до баночки растут баночки да для полива хорошо у них красиво как не можно смотреть в огород ночью прекрасно еще из последних новостей артемий говорит включил септик и сейчас будем посмотреть уже прям булькает работает пойдем покажу пойдем ка посмотрим у тебя сигнализации до булькает смотрю варит кастрюлька но у тебя просто здесь вода я так понимаю пока без без каких-либо стоков ну мы этот бил палец сливали разошелся в миг и все ничего там у нас труба самочеком выходит в дренажную каналу там за пределами участка насоса нету который принудительно скидывать есть только датчик который показывает этот самый перелив перелив да ну еще у меня стоит насос конечно от перелива который будет дополнительно вот здесь есть выход туда мы можем подключить еще насос для сброса когда будет превышен уровень чтобы не произошло ничего страшного насос лежит тоже надо заняться будет потом подключить я дождусь когда все забьется и как обычно ну да и буду подключать еще хочу поставить сюда таймер ну чтоб он не постоянно маслал сейчас нету потребности чтобы он на постоянку работал не знаю какой интервал поставить ну надо прикинуть прикинуть надо или когда пребывание ваши здесь будет или или спонтанно там у меня другая как бы схема немножко полчаса работает два часа отдыхает ну вот кстати отлично может быть тоже так сделать это примитивный там 350 рублей стоит таймер такой механический поставить не постоянно зачем она ну да да на все 100 без нужды ну вот как то так ребята такие вот примерно новости кто спрашивал кому интересно было как то так пока дальше будет видно